приветствую всех на моем канале меня зовут наталья сегодня я хочу с вами поговорить о книгах для творчества я обожаю читать но времени на это катастрофически не хватает особенно мне доставляет удовольствие читать и рассматривать книги по творчеству с множеством иллюстраций от которых разыгрывается такое воображение после прочтения которое хочется творить и творить все упирается конечно в нехватку времени если бы было бы побольше времени и сутка было бы не 24 часа ну хотя бы 35 или 30 но этого не может быть и поэтому я читаю не так часто как мне бы хотелось но книги все же себе покупаю в надежде на то что когда-то их прочитаю периодически я их все же просматриваю и наслаждаюсь ими а также я люблю читать и смотреть онлайн книги хотя держать в руках вот книгу мне все же больше нравится чем чтение онлайн особенно когда у меня книга есть твердым переплетом которые странички все лащеные твердые страницы и запах свеже отпечатанного типографии листа это очень обожаю такие книги у меня есть небольшая библиотека книг по творчеству и все что с ним связано я буду рассказывать вам показывать книги которые приобрела и которые очень люблю и надеюсь что вам тоже будет интересно о них послушать и посмотреть сегодня я вам хочу рассказать о чудесной книге прекрасного творческого автора триж бур всемирно известной вышивальщицы эта книга называется вышиваем гладью изысканные миниатюры это прекрасная книга которая в которой есть и коллекция очаровательных миниатюр выполненных шелковой гладью все исходные рисунки сделанные по старинным викторианским иллюстрациям в этой книге показано как правильно выполнять длинные и короткие стишки а также применять их различных рисунков я не так давно познакомилась с этим автором и была просто поражена тем что она какие на работы может выполнять это такая уникальная женщина она делает такие шедевры и самое главное она доступно объясняет тем кто только начинает это творческий путь вышивки гладью и я вот увлеклась именно как она это делает с ее преподнесением техники и приобрела вот это первая моя книга триж бур в ней я уже игра делаю какие-то отметки пометки пишу что-то свое но она настолько интересная именно для тех кто хочет заниматься вышивкой гладью сейчас я хочу показать может быть кто заинтересуется потому что я сама когда хотела приобрести какие-то книги я искала в интернете какую-то информацию кто бы мне показал какая-то внутри книжка пролистал именно какие техники потому что очень хочется посмотреть что же там внутри перед покупкой поэтому если кому интересно я сейчас покажу что там находится внутри самое главное что здесь листочки настолько лащеные их просто настолько прекрасно к ним прикасаться я обожаю посматривать периодически и и конечно да как я и сказал времени очень мало но очень часто хотя бы на короткое время я просматриваю и очень много здесь есть текста здесь рассказано ну конечно там благодарности всевозможные эти но самое главное здесь есть очень много техник подачи полностью подробнейшее описание техники как все нужно сделать и именно для тех кто только начинает ну и конечно дальнейшие тоже все там есть рассказано в общем очень интересная книжка здесь рассказано какими нитками можно вышивать какие делать переходы вот столько столько всего как запяливать какой свет нужен и вот подробнейшее описание техники как должны идти линии штрихи наклоны короткие длинные здесь много-много чего можно почерпнуть посмотреть всевозможные вот такие вот как сделать переходы вот следующий раздел идет именно типа мастер-классов которых подробно все расписано для каждой вот этой модели или рисунка в книге представлены номера ниток многочисленные вот все эти шаг пошаговые инструкции описание схемы расположение цветов все расписано показано какие участки каким цветом следует вышивать благодаря вот небольшим размерам вышитых мотивов можно найти самое разное применение как раз таки вот они маленькие вот вот как раз вот шаблон реальный показан такой небольшой он как раз можно применять его сейчас я покажу какие применения сделала и в колье и в брошах и вышивках на одежду много можно разных сделать применение этим вышивка все рисунки вышиваются как я уже брела dmc также есть анчор анкор как кто правильно говорит а также вот эта таблица есть перевода мулине имени в кирова которых я и вышивала все подробнее расписано размеры что нужно приготовить все вот здесь вот уже мое творчество я здесь сама переводы делала не так какие нужно мне нужно было заменить я захотела сделать вот из этого рисунка колье вышивку на колье вот она получилась для такого сделала колье главным элементом как раз вот этот был рисуночек прям очень похожи все вот эти переходы здесь а кожей сделал нет почему-то я не знаю представился именно что вот этот рисунок должен быть форме колье видите какие переходы цветов она столько подробнейшим образом объясняет вот эти переходы это как раз вот первая моя книга когда я училась по вышивке гладью серединке здесь не только есть нитки мулине здесь также присутствуют тоненькие ниточки вот как контурные вот они контур создают вот здесь уже конечно добавила свои всевозможные тонкости соединение в брошь этих рисунков ну вот прям кажется копия получилась и вот каждый каждый пошаговый смотрите сначала контур она делает потом начинает потихоньку потихоньку и превращается вот такую картину все подробно расписано вот так вот все есть потом вот птичка тоже очень вот я и тоже делала сейчас вам покажу вот смотрите прям похоже очень нету я ее виде броши захотела сделать как у брошечки мне но очень нравится такая интересная брошечка птичка такие перышки у нее здесь вот как раз показано как делать если вы делаете птичкам какой-нибудь шерсть или животным как сделать шерсть такую неровную пушистую шерсть и все подробно описано тоже вот здесь я перевод делала сама соединяла вот эти вот здесь описаны ниточки которые тоненькие контурные и также все пошагово расписано вот конечный результат здесь тоже много всевозможных таких рисунков но я больше смотрела на то что я могу применить именно и потренироваться и применить в виде каких-то украшений поэтому такие вот рисуночки для меня показались очень для украшений не так красиво будет они смотреться поэтому просто посмотрела что до лица людей мне кажется нужно все равно обладать таким каким-то чутьем чтобы они казались реальными поэтому лица вышивки это немножко на моем вот здесь в основном идут люди дети какие-то животные я больше люблю птичек цветочки именно если эта вышивка глади хотя все может быть может дальнейшем что-то я и сделаю пока здесь смотрите какая девушка красиво переход конечный результат очень конечно интересно смотрите прям картина вот тоже такая интересная птичка красиво тоже вот птичка все подробно-продробно можно просто например если вы не хотите общую это вышивать какие-то кусочки посмотреть как глазик вышивается как переход делается цветов гнездо посмотрите какое вообще реально реалистическое гнездо судить как цветочек вышиваются можно просто именно какие-то тонкости посмотреть вот это вот вышивка я ее делала меня купили эту брошь она она очень красиво она может подойти практически к любому наряду здесь и синие цвета и зеленые и желтые и вот коричневые всевозможные она очень хорошо смотрится к осенним нарядам к летним та девушка которую меня приобрела она прям очень довольна она в основном для пальто взяла весенне-осеннего но я думаю она ее куда-нибудь все равно приспособит это конечно очень это самое тяжелое получилось такая вот вышивка здесь посмотрите сколько цветов какое изобилие цветов контурных даже это просто вообще огромное количество этих контуров и она получилась конечно бесподобная жалко что не могу посмотреть но у меня в инстаграме есть фотографии этой броши смотрится изумительно и вот все конечно здесь описано посмотрите как ягодки сделаны как она интересные ягодки делать чтобы они объемные сначала создает вот такой крест-накрест вышивание потом сверху наложенный такую гладь и они получаются как ягодками выпуклыми вот это вот здесь как раз таки о том что я и говорила я не захотела вышивать полную картинку мне понравились эти цветочки шиповник я сделала по колье и применила вот эти вот цветочки немного их изменив здесь я добавила бисер серединочки и получилось вот у кого-то интересное колье но симметричное такое вот колье вот смотрите как можно применить даже вроде бы такое неприменимое в украшениях ну вот мне кажется очень интересно смотрится вообще вот такое было расположение мне просто очень понравились эти белые цветочки мне показались они будут так очень красиво смотреться в каком-то сочетании с бусинами такое вот интересное колье получилось птичка просто была похожа на ту которая уже раньше вышивала поэтому я не захотела ее еще раз делать я поняла всю технику по этой книжке разобралась во всем во всех но может не во всех тонкостях но для начинающего я конечно разобралась вот посмотрите какой она делает переход головки птички будто бы настоящие перышки прям хочется даже погладить такие у нее переходы бесподобные пернатые друзья у нее очень красиво получаются птички хотя у нее мне кажется любые работы просто бесподобные дальнейшем покажу другие книги которые у меня есть нам тоже великолепны вот это тоже моя любимая вышивка я ее сделала вот такая вот корзиночка получилось тоже в виде брошки я очень часто любуюсь на нее это не моя брошь сразу хочу сказать она есть продажи я очень часто просматриваю у нее такие переходы бесподобные цветовые вот она просто получилась очень такая яркая сочная она может подойти к любому наряду там это брошка очень красиво смотрится не маленькая ну вот почему-то я ее сразу захотела сделать она конечно очень сложновато вышивалась много очень цветов единственное я добавила бисер сюда серединочки чтобы она получилась более такая объемная такая вот интересная брошечка здесь конечно очень много цветов посмотрите какое изобилие изобилие переходов за нитка переходит в другую заканчивается одной начинается третий в общем нам такие и не просто одна нитка потом вышивается в 2 где-то в 3 нитки в общем там очень много таких тонкостей конечно это не быстрая работа просто великолепно получается трижбура этого про художник как можно так вот придумать это все такие цветы великолепные вот она контур сначала делает обязательно а потом еще в конце тоже контур она делает более темный чтобы он такие выделительные моменты были цветы морозника тоже планировала как-то сделать ну как ромашечки тоже красивая роза горошек вот здесь сейчас будет такой душистый горошек мне очень понравилось сочетание бесподобное но я поняла что и я его смогу применить только где-то в вышивке одежде который сейчас вот крайней мере я не делал у меня была идея сделать в виде сумочки какую-то сумочку и вот вышивку на ней она конечно смотрелось бы вообще бесподобно но конечно не для броши потому что вот эти тонкие линии их не вырежешь а если их обрежешь то это уже будет не горошек а что-то непонятное тоже очень красиво тонкостям вот этих линий переходов 3d объема все объяснено посмотрите какие цвета переходы цветов просто вообще великолепно здесь она показывает как сделать можно эти вышивки где применить игольник какие-то там бейджики футляры для очков почему называется миниатюра потому что у нее все вот эти работы они очень маленькие их можно в маленьком варианте применить и поэтому они такие везде применяемые и то что это повесите картина когда бы нужно конечно и в картина но вот они в основном на такие маленькие миниатюрки какая красивая картинка вот это тоже у меня была в планах я даже вот уже здесь написала переводы но так я ее не успела сделать всевозможные другие были заказы здесь маленький такой один цветочек вот она показывает как сделать икольник с вышивкой книга сразу хочу сказать кто интересуется вышивкой она просто бесподобная вот эти переводы чёрт и анкор дмс и и все потом я взяла нашла переводы кировского мулина она везде в интернете есть и перевела и написала поэтому приобретайте эту книжку кто интересуется вышивкой гладью вы не пожалеете я сто процентов говорю здесь можно столько подчеркнуть для себя интересного полезного я постоянно обращаю я вроде бы уже поняла как все это делать как и делается переходы потому что мы еще другие очень много книг но я все равно обращаюсь обращаюсь к этой книге и просто рада что я нашла ее и она была первой книга как при изучении вышивки что я не где-то в других местах не изучала только трижбур можно сказать меня обучала поэтому я рада что всем тонкостям правильным я научилась в первую очередь у нее когда что-то начинаешь делать надо сначала научиться правильно это делать а потом уже добавлять свои какие-то нюансы поэтому я очень рада и желаю вам и советую приобрести такую книгу и учиться вышивке гладью потому что это бесподобный приятный увлекательный процесс от которого невозможно оторваться если садишься вышивать то и вышиваешь и вышиваешь и просто времени нет и оно куда-то летит и ты вместе с ним улетаешь поэтому спасибо большое что смотрели это видео подписывайтесь на мой канал всего самого наилучшего до новых встреч